День Матери 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 Наслаждаемся жизнью. Катаемся с ребятами на велосипеде. Очень любим велопоходы, турпоходы. Все наши местные окрестности мы проехали с детьми на велосипеде. Маленькому ребенку купили на велосипед маленькое сиденье. То есть мы вместе всей семьей, никого не оставляя дома. Ездим в велопоход, в турпоход. Пытаемся вместе, занимаемся кухней. Печем на наши домашние праздники, выпечку домашнюю. То есть мальчики помогают, мальчикам нравится. Ребята учатся в Гольчицкой средней школе. Старший сын в пятом классе, потом Кирюша в третьем классе и первоклассник Андрюша. А двое деток дома со мной помогают вести домашнее хозяйство. Рассказывайте, за шестым пойдете еще за девочкой? Наверное, подумаем. Мать, семья которой ведет здоровый образ жизни, обеспечивает надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подает пример в укреплении Института семьи и воспитании детей достойно высокой государственной награды Ордена Матери. С мужем воспитываем пятерых детей. Три мальчика и две девочки. У меня у самой большая семья, я с многодетной семьей, и супруг с большим многодетной семьей. Поэтому как ты у нас, и мы многодетная семья. Мальчики у меня, наверное, все футболисты. Даже дочь Айтона, наверное, в этот. В основном футболисты. Девочки, девочки к девочке. И ценности нашей семьи, конечно, дети. У кого-то, кто-то скажет, что ценности телефона и машины, поэтому у них и детей поменьше. У нас, у меня в семье пятеро детей было, и у мужа трое. Может, это отродиться, как бы, иметь большие семьи. Поздравляю всем, всех мам с праздником. Желаю всего самого хорошего, терпения. Ну, я бы не сказала, что это такой тяжелый труд. Дети – это счастье. Осторожно, мамочки! Приятный сюрприз под таким названием ждал сегодня всех автомамочек нашего города. Молодежные организации «Случины» совместно с сотрудниками госавтоинспекции поздравили автоледи и подарили им приятные подарки. По сложившейся традиции в День матери члены молодежного парламента совместно с пионерами и членами БРСМ и сотрудниками госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Осторожно, мамочки!» поздравляют женщин-автомобилистов, вручают им подарки, напоминают о безопасности дорожного движения, о том, что их ждут их дети дома. Пользуясь случаем, поздравляем всех женщин с Днем матери, желаем крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья и гармонии в их семьях. В праздничный день автоледи приняли поздравление с Днем матери прямо на дороге. На перекрестке возле 11-й школы им вручили сертификаты в студию гимнастики, светоотражающие элементы и еще раз напомнили о безопасности дорожного движения. Я думаю, такой ответственный день для каждого, потому что это День матери отмечаем, и мы, как сотрудники ГАИ, вносим свой вклад, потому что все мы общаемся с водителями, а сейчас водители женщины, я бы даже себе по себе сказал, даже более 50% сейчас водители женщины. Все матери, все чьи-то сестры, и у всех есть дети, и поэтому мы как-то пытаемся поздравить, как-то с эти будни пытаемся скрасить своим таким теплым отношением, выдаем фликера, ну и поддерживаем как-то водителей. Акция «Осторожно!» мамочки, хоть и традиционная, но автоледи все равно очень удивлены. Искренние эмоции, которые не описать словами. Каждому вашему ребенку, чтобы было обозначено. Отлично говорят, что четыре дочки и лапочка дочки, а я говорю наоборот, четыре дочерки и сынулька-лапулька. От Союза молодежи дарим вам сертификаты, там есть также детская гимнастика, может быть, вашим девочкам понравится. Спасибо, у меня дети не занимаются. Поздравляем ваши эмоции, рассказывайте. Тяжело быть с матерью пятерых детей? Нормально. Вы же дали орден же, да? Давно, да. Два года назад получила орден. А если сейчас, какие вас впечатлили? Вас остановили подружники? Нормальные впечатления. Я уже привыкла, что меня часто останавливают. Дарят подарки, да? Это впервые? Подарки первый раз дарят. Обычно спрашивают документы. Мы вас поздравляем. Мама, поздравляю тебя с праздником. Желаю всего-всего самого лучшего. Терпения. С Днем Матери! Сегодня будет очень много поздравлений для наших любимых мам. Поздравления ко Дню Матери записали и самые маленькие случайные воспитанники ЕСЛИСАДа, номер 11, города Слуцка. Дорогая мамочка, пускай все, о чем ты мечтаешь, сбывается. Я так люблю тебя и хочу, чтобы твои глазки сияли от счастья. Помни, что ты у меня самая лучшая мама на свете. Много мамы на белом свете, все душу уехали на дети. Только мама есть одна, все дороже мне она. Кто она? Это мамочка моя. С праздником, родная, мамочка моя. Если бы ты знала, как люблю тебя. Знаю, что порой бываю неправа. За мои ошибки ты прости меня. Никого роднее в этом мире нет. Ты своим теплом согреешь, добрый дашь совет. Я тебе желаю счастья и добра. Пусть на всех напасть и Бог хранит тебя. Я маме своей помогаю, песочнице суп я смотрю. Я хуже кота постираю, как мама, я тебя и люблю. А я ей подарок готовлю на маме на новом авто. Царапанную маме с любовью, тебя не заменит никто. У виситой бумаги делаю кусочек. Из него я делаю маленький кисточек. Мамочке подарок выготворю я. Самая красивая мама у меня. Дорогая мамочка-мамуня. Рано утром под подушкой папа мне шепнулся. Мамочка, что сегодня вам праздник, так сказал, и убежал. Я подумал, что же маме подарить. У медведя нет лапы и вообще он косолапый. У машины нет руля. Зря я оторвал его. Время-то уже идет. Мама меня зовет. Ну тогда я сейчас пойду поцелую одни руками и скажу, очень сильно я тебя люблю. И шеи с одной дочкой. Мам, мы хотим помочь. Всю посуду берем, мы очень много посластили. По солейникам подручили лапу на воскресскую обицу, по новому девицу. Я маме с Аней и смирно подаю. Курма, яки, яны, эре-ре-ре-сивности на уху. Нету никого, у сына мамы. Мама – это первое слово. Мама – главная женщина в жизни каждого человека. Мамочки, жители Слудска присоединяются к поздравлениям. И прямо на улицах города для вас самые теплые слова. Очень приятно, что поздравили меня с Днем Мамы. Я мама двоих детей. Я замечательная мама. У меня два прекрасных сына. Они меня любят. Конечно, у меня тоже есть мама. Моя мама – ветер детей. Моя мама золотая. Моя мама от Бога. Она молится за нас. Она постоянно с Богом. И я хочу поблагодарить свою маму. За ее ласку, доброту. За ее бессонные ночи. Поздравляю маму с праздником. Желаю ей большого счастья, здоровья. Чтобы она была счастлива. Всегда улыбалась. И никогда не унывала. Все будет хорошо. Мы тебя очень любим. Всего самого лучшего. Чтобы никогда не болела. Чтобы всегда была в форме. Я тебя люблю. Дорогая моя любимая мамулечка. Поздравляю тебя с Днем Матери. Я тебя очень люблю. Желаю тебе оставаться всегда солнышком в моей жизни. Здоровья тебе побольше. Ну и, конечно же, счастливых моментов. Любви. Денег тоже помешает, конечно же. Вот. И я тебя постараюсь каждый день радовать. Люблю-люблю. Слуцкий городской дом культуры к празднику подготовил онлайн-концерт. Смотрите его в нашем вечернем эфире. Дедушка, а где мама? Здравствуй, моя хорошая. Мама, наверное, задерживается на работе. А тогда кто мне прочитает сказку на ночь? Сказку? Да. А давай я ее тебе почитаю. Договорились? В городе злых дождей Нашли мы с тобой друг друга Мы просто играли роль А жизнь нас вела по кругу И думала все в судьбе Давно решено не нами Хранила свою печаль В душе за семью замками И каждый новый день Начинала жить Не любя Я подарю тебе любовь Которой ты не знала с другим никогда Я назову тебя мечтой Подаренную небом мне навсегда Я подарю тебе любовь И ангелы нам будут петь у алтаря Женщина, любимая моя Мама, спасибо за нежность твою Знаешь, как сильно тебя я люблю Ты моя радость, мой солнечный свет Мама, для меня дороже человека в жизни нет Сезонная сельскохозяйственная ярмарка в Слуцке Продолжает свою работу И радует случан выбором товаров И привлекательными ценами О субботней ярмарке Вы узнаете из нашего следующего сюжета Суббота, утро Что может поднять так рано В выходной день случанина? Возможность купить овощи, фрукты, мясо, рыбу И молочные продукты по выгодным ценам Ярмарка проходит на традиционном месте За зданием Слуцкого районного исполнительного комитета Что же можно купить на ярмарке? Традиционная картошку и капусту Помидоры, огурцы, фрукты Также случани могли приобрести саженцы плодовых И декоративных деревьев и густов Необходимы садово-огородный инвентарь Изделия народных умельцев Цены разные, но вполне адекватные Свою продукцию представили сельскохозяйственные организации Предприятия потребительской кооперации Фермерские хозяйства Частные компании из разных регионов Мы приехали на региональный ярмарк в Слуцк Из Старобинского лесхоза На свой питомник в деревне Листопадович У нас много разных саженцев Есть дуи разные, можжевельники Разные лиственные, спиреи, вангута, викела В общем, разный ассортимент Еще на ярмарке у нас есть боярышник И мед на продаже Картошка, капуста, морковка, лесная клюква Мед, сушеный шиповник Свежее мясо и рыба И много-многое другое Приобретали по доступным ценам жителей города и района Региональная осенняя ярмарка Для Случан Это прекрасная возможность Пополнить свои запасы на зиму Свежей, качественной, доступной по цене продукции Традиционные сельскохозяйственные ярмарки Будут заходить до поздней осени Екатерина Никисина, Игорь Стрижкин, Слудск ТВ Монопод в подарок Случанка Виолетта Стала победителем Крутого розыгрыша Который организовал наш канал Совместно с известным Слудским блогером Ксенией Ивашко Теперь школьница из нашего города Будет вести свой собственный блог Везет тем, кто этого действительно хочет И тому, кому это сейчас нужнее Так получилось и с розыгрышем Монопода от Слудск ТВ Ксении Ивашко Среди почти тысячи участников Повезло 13-летней Слудчанке Виолетте Та-да-да-да Поздравляю Спасибо, аплодисменты Рассказывай, какие планы Кто-нибудь уже думала? Да, я уже сейчас думала Потому что в деревне очень-очень много красивых закатов Всего этого И уже есть планы некоторые То есть, в принципе, ты Это старт к твоему блогерскому Знаю начинанию Я, если честно, тоже думала По поводу этой затеи Но как-то все не решалось Ничего оплатить вживую А тут уже все как раз-таки подвернулось Давай, доставайся Круто, что наш подарок Не будет пылиться где-то на полке А прямо сейчас Виолетта запишет свое первое видео В своем новом блоге Всем привет! Меня зовут Виолетта Мне 12 лет Я учусь в школе номер 8 В этом блоге я буду рассказывать Про разные виды рукоделия Также про вязание А то будет рекламных тем Больше всего хочу поздравить Свою любимую мамочку Земматерь Я тебя очень сильно люблю Кстати, я сегодня получила две десятки По истории и по белорусской литературе Также мне сегодня подарили Монопод Я тебе его, кстати, дома покажу Супер, Виолетта Я думаю, что у тебя будет Хорошее будущее И наш подарок Тебе пригодится Не будет пыли Правда? Новый гаджет Виолетта затестила Прямо на месте Местные лебеди оценили Скажи, пожалуйста Откуда ты вообще узнала О нашем розыгрыше? На кого ты была подписана Или тебе кто-то рассказал? Ну, я была подписана На Ксению Ивашко И вот, собственно, из нее Из ее розыгрыша Я ее знала И стала этим счастливкой А я думала, у нас Виолетта была подписана И пришлось Уже, ладно, на блогера Ксению Ивашко подписаться С 2000 года 14 октября В Республике Беларусь Отмечается День стандартизации Этот праздник Ежегодно проходит Под определенным девизом В этом году Стандарты для жизни планеты Девиз Всемирного дня стандартизации 2020 В нашем городе Идеологию стандартизации Продвигает Центр стандартизации Метрологии и сертификации Мы поздравляем коллектив С праздником В этом году Компания отмечает Свой 55-летний юбилей Субтитры создавал DimaTorzok Мы большая команда профессионалов. Свою историю мы начали с 1965 года. Уже более 55 лет мы развиваемся в области метрологического контроля, в области испытаний пищевой и мебельной продукции, в области сертификации продукции и услуг. Мы совершенствуемся и развиваемся для предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь, а также для предприятий стран СНГ и Евразийского экономического союза. Мы благодарим наших партнеров-заказчиков за то, что вы выбрали нас. Добро пожаловать в Слуцкий центр стандартизации. Добро пожаловать в Слуцкий центр. Мировые стандарты разные, но цель у этого одна. Качество отменное и прекрасное. Пусть будет отлично во все времена. Услуги, товары и даже школьные парты. Все должно соответствовать установленным стандартам. Если видим на товаре всем знакомый знак стандарта, значит смело доверяй его качеству ребятам. Если в разных странах есть общие стандарты, значит помолю плывут по единой карте. Если есть стандарт один в запчастях и шинах, то удобно это всем людям и машинам. Без метро лагав у нас стали бы заводы, раз во всем нужны сейчас точность и расчеты. Очень трудно вас ценим, сердечно поздравляем. Огромных вам успехов достичь скорей желаем. Дорогие соседи, коллектив дошкольного учреждения номер 16 поздравляет вас с профессиональным праздником, с международным днем стандартизации. Чтоб на полках был товар подлинный, а не подделка, и никто не занимался незаконной переделкой, очень правила важны, а не хитрый бартер. И для этого нужны четкие стандарты. Ваш профессиональный праздник совпал еще с одним красивым праздником – Днем Мам. Всех мам вашего коллектива мы поздравляем и желаем счастья, удачи, материального и семейного благополучия. Мамочка у каждого самая прекрасная, нежная, любимая, словно солнце ясное. Мама-мама-мама-мамочка, яркий лепесток. Мама-мама-мама-мамочка, утренний цветок. Мама-мама-мама-мамочка, ясная заря. Мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама А сейчас традиционная погода. Необыкновенно теплый октябрь первую половину месяца радовал Случан, а сейчас синоптиками все же прогнозируется похолодание. Постепенно будет включено отопление. Ну а пока Слуцк ТВ всю неделю согревает вас фильмами с участием Курта Рассела. 15 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Днем плюс 12, плюс 17. 16 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Возможно грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Днем плюс 8, плюс 13. 17 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Днем кратковременные дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 6, плюс 11. На этом наш праздничный информационный выпуск завершен. Будьте активными в наших социальных сетях и не переключайтесь. Далее вас ждет много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok